Почему Яценюк не отчитывается перед парламентом? Арсений Яценюк 18-го лютого 16-го лютого отчитается перед парламентом. А теперь напомните, когда должен был по закону. Значит, мы можем дискутовать. Мы не можем дискутовать. Мы можем дискутовать перед прийняттем бюджета, чи это был звит, чи это был не звит и так далее. Мы можем дискутовать. Яценюк был, не идет отчитываться перед депутатами. Ну, ну, 18-го лютого звук отбудется. Вот и все. В чем тут дискуссия? Если вы думаете, что для простых людей что-то изменится от того, или звук будет 18-го, или 27-го грудня, или любого-то другого, ничего не изменится. Звук будет 18-го, 16-го. Многое уже изменилось, по крайней мере, для правительства. Возможно, с середины декабря мы бы уже имели другое правительство. Чему? В результате отчета премьера-министра. Нет, а что вы думаете, что если 16-го числа что-то изменится от урядового звука? Ни формальных причин, власне, повязанных звуком, нема абсолютно. Так нет, ну вы же сами сказали, что будет, что есть техническая возможность собрать необходимое бюджетное. И сейчас будем в бюджетном. А почему это не может произойти, чтобы 16-го числа... Вы же сами говорили только что, что есть депутаты, которые могут образовать большинство, вот большинство проголосует. Нет, на сегодняшний день, еще раз скажу, нема 150 голосов. Это не проблема в этом парламенте, их собрать. Они сидят великие оппозиционеры, нехай переконают в своих же школах и соберут. Это инструментарий. А мы будем говорить так или нет. Игорь, факции не будут подписываться.